Прямо сейчас о происшествиях, которые случились в регионе за минувшие сутки. Молодой ямалец решил заработать на жизнь, правда выбрал весьма сомнительный способ. Теперь следующие 8 лет 24-летний мужчина проведет в колонии строгого режима. Муравленковец работал электромонтером и содержал семью. На его попечении отец и сестра, которая еще учится в школе. Видимо, в какой-то момент молодому человеку денег оказалось мало. Он решил заняться наркобизнесом. Синтетику должен был распространять в Ноябрьске, но сделать этого не успел, задержали полицейские. Муравленковцу предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Были распределены роли, лицо неустановленное поставляло наркотические средства для непосредственно оборудования трениковых закладок на территории города Ноябрьска, что подсудимый делал. За эти действия должен был получать денежные средства за каждый оборудованный треник. Ну и сообщать адреса оборудованных уже тайников, лицо с которым состоялся предварительный сговор. Ямальцу вынесли приговор за пьяное убийство пенсионера. Трагедия произошла в мае этого года. Силовики установили, что накануне 66-летний мужчина выпивал в одной из квартир со своим приятелем. Во время застолья мужчины повздорили и ранее неоднократно судимый хозяин квартиры ударил пенсионера табуретом по голове. Оглушив гостя, он задушил его веревкой, после чего вынес тело на лестничную клетку. Убийца не стал скрываться. В момент задержания сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в собственной квартире. Приговором суда виновному назначено 9 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. В Нижневартовске спасатели помогли выбраться собаке из болота. О попавшем в беду животном они узнали от очевидцев, которые не смогли пройти мимо беды. Специалисты тут же выехали на место. Спасательная операция не заняла много времени и закончилась успешно. Дворняги оказали всю необходимую помощь. В Тюменской области операторы мусоровоза спасли щенят от гибели под прессом. Когда работники уже собирались запустить прессование коммунальных отходов, они услышали жалобный писк. До того момента щенки никак не проявляли себя и начали скулить лишь за пару секунд до включения спецтехники. Удивленные коммунальщики приложили немалые усилия, чтобы отыскать животных среди мусора. Улица Александра Ланецкого, 18, село Юргинское. Дай мне почетку. Живые щенки, пожалуйста. В Тюмени молодой парень спалил трехкомнатную квартиру. Звонок в дежурную часть поступил ближе к вечеру 14 октября. Прибывшим на место спасателям пришлось эвакуировать из горящей многоэтажки 9 жителей. В тушении пожара участвовали 24 огнеборца и 8 единиц спецтехники. Им понадобилось чуть больше получаса, чтобы ликвидировать возгорание. Поврежденной оказалась площадь в 30 квадратных метров. Что стало причиной пожара, специалисты пока выясняют. Тем временем очевидцы в голос утверждают, что молодой хозяин квартиры попросту забыл выключить плиту, когда варил пельмени. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала в социальных сетях.